Всем добрый вечер! Меня зовут Стар Жураковский. Это программа «Капитаны бизнеса», где я разбираю ту или иную бизнес-отрасль вместе с гостями, понятное дело, потому что я как журорец ничего не понимаю, имею только любопытство, ну и маленький такой кругозор. Это классика, в общем-то, с одной стороны. С другой, понятное дело, что отрасли могут быть самые разные и сегодня, в общем, достаточно с одной стороны понятная история, с другой немножко необычная для программы, в плане того, что мы поговорим про маркетинг в туризме с одной стороны и про конкретное направление с другой. То есть у нас обычно есть баянистые направления, например, Турция и Египет, куда большая часть граждан все-таки ездит по статистике. С одной стороны, а с другой есть интересное направление, про которое, в общем-то, странно было бы не поговорить, которое вроде как растет. Сейчас будем узнавать, как это все работает на самом деле. У меня на визитке написано, что это Министерство туризма Израиля, на английском языке, советник, соответственно, министр, у меня сегодня в гостях, если все правильно, и директор департамента Министерства туризма Владимир Шкляр. Добрый вечер! Добрый вечер! Все правильно сказал? Нет. Советник посольства государства Израиля и директор департамента туризма в России и странах СНГ. Отлично! Чем вы занимаетесь? Наша самая главная задача – это увеличение туристского потока из России в Израиль. И мы очень рады, что этот поток все время растет. Россия находится на третьем месте после Соединенных Штатов Америки и Франции по въезду туристов в Израиль. И вообще, я даже хотел бы сказать несколько слов о туризме в Израиль, не только из России, а из других стран. Дело в том, что во многом, кстати, благодаря усилиям Министерства туризма и большим инвестициям этот поток растет из года в год. В 2018 году мы встретили четырехмиллионного туриста. И очень интересная цифра, что с двух миллионов до трех миллионов росло 22 года. С трех миллионов до четырех – только один год. А в 2019 году уже четыре с половиной миллиона. И я надеюсь, что, может быть, еще год-полтора и, дай Бог, будет пятимиллионный турист. Хорошо. Смотрите, значит, про историю с туризмом плюс-минус, в общем, с одной стороны, понятно, с другой стороны, непонятно. Сколько сейчас туристов из России приезжает? В этом году приехало 318 тысяч. Это рост 1% в сравнении с 2018 годом. Это много или мало? Раньше было больше. Почему? Это много. Отечественно, после 2014 года экономический кризис, падение рубля, и был небольшой спад, а сейчас начинает выравниваться. Если считать еще однодневных туристов, те, которые приезжают в Израиль на один день, из Кипра, из Турции, вы знаете, есть такие из Египта, это почти 400 тысяч. В общем-то, наша задача дойти до 400 тысяч без однодневных туристов и потом развиваться. Израиль — это очень интересное направление и много плюсов для россиян. Во-первых, нет визы. Во-вторых, русский язык. 20% населения Израиля говорят на русском языке. Четыре моря по цене одного. И, конечно же, Иерусалим — это святой город. Самое близкое место к Богу на земле, куда стремятся все жители мира. У меня нет сомнений, что каждый россиянин хотел бы побывать в Иерусалиме. По крайней мере, с кем бы я ни говорил. Когда я говорю, что я житель Иерусалима, я в Иерусалиме прожил 30 лет. Все говорят, о, Иерусалим, мы мечтаем приехать. Ну, вот наша задача, чтобы мечта выплатилась в реальность. Общее количество туристов, уезжающих, у нас, насколько я помню, 17 миллионов было в топе. Из них 300 тысяч, получается, 318 приехало в Израиль. В этом году. В этом году. Какую долю хотите занять? Ну, например, через 5 лет. С 300 тысяч до. Рост какой стоит по KPI у вас? Ну, вот, я, знаете, не хочу сейчас говорить о больших цифрах. Мы перешагнем 400 тысяч, а потом пойдем вверх. Видите, как и в общем потоке, до 3 миллионов росли 22 года, а до 4 за год. Возможно, то же самое произойдет и с россиянами. Здесь очень важно отметить, кстати, что Министерство туризма – это одно из ведущих министерств в Израиле. Не в каждом государстве есть министерство. Скажем, Россия – это комитет по туризму. У нас же Министерство туризма, и министр туризма – это уважаемый министр. Вот, например, позавчера наш премьер, Миньмин Атания, прилетел в Россию с визитом. Единственный министр, который его сопровождал, это был министр туризма. Это о чем-то говорит. А какой процент ВВП, если вот так бы считать, туризм сейчас? 2,3 процента – 6,5 миллиардов долларов. 6,5 миллиардов долларов – это хорошо. Хорошая цифра. То есть, да, это хорошая цифра. В общем, понятно все. Если мы говорим про маркетинг, как он вообще устроен, в принципе, то есть работа с потенциальными туристами. Как вообще вся цепочка устроена? Ну, вот если вы после передачи запишите, войдете в интернет и напишите «Отдых в Израиле», «Путешествие в Израиль», то мы вас будем преследовать очень долго. Я прямо сейчас это сделал. Я два раза был в Иерусалиме. Правда, давно это было, в 90-е годы. Израиль за 30 лет изменился, Иерусалим. Я приехал в Израиль в 90-м году, я вам могу сказать, что это… Я был в 96-м, наверное. Вот где-то так. Вам стоит приехать и сейчас. Сильно поменялось все. У министерства существует много всевозможных программ. Вот, например, программа поддержки авиации. Это очень важная программа. Мы за рейсы, открытые из новых городов, в частности, сейчас будет в апреле месяце рейс из Новосибирска. Мы возвращаем компаниям 250 тысяч евро, если налетает какое-то определенное количество рейсов. За рейсы в ЭЛАД мы возвращаем компаниям по 60 евро за каждого пассажира, которого они привезли в ЭЛАД. И поэтому в этом году есть рост на 8% по перевозкам ЭЛАД. Из Москвы летают самолеты четыре раза в неделю. Это здорово. Вообще, в Израиль летает до 80 рейсов, иногда даже чуть больше, в неделю из шести городов России. Это достаточно много. Россиянам добраться до Израиля довольно просто. – Туризм круглогодичный или сезонный? – Израиль – это страна круглогодичного туризма. Зимой – это ЭЛАД. Кстати, ЭЛАД – это, наверное, самый близкий зимний курорт для россиян. Четыре часа его там. Вот сейчас здесь минус один, а в ЭЛАДе 25. Поэтому стоит подумать. – Средний чек на тур. Скажем, вы по-любому уже считаете эти цифры. Сколько стоит, например, какой-нибудь 7-дневный тур на человека? Там гостиница, питание, перелёт. Это сколько примерно? – Ну, тысячу долларов. В среднем тысячу долларов. Знаете, существует такая стигма, что Израиль – дорогая страна. Она действительно дорогая, всегда стоит дорого. Но есть варианты для любого кошелька. Есть супер пятизвёздочные дорогие отели. Есть отели двух, трёх, четырёхзвёздочные. В принципе, я думаю, что это доступная страна для россиян. – Если мы говорим ещё про продвижение, про маркетинг. Приходится или нет объяснять потенциальным туристам про безопасность? Ну, что безопасно? – Дело в том, что 5-6 лет назад это был один из самых главных вопросов. Сейчас вопрос практически исчез. Нас про безопасность не спрашивают. Израиль, по-моему мнению, это одна из самых безопасных стран для туристов. С туристами там никогда ничего не случается. Да, есть, может быть, немножечко длительные проверки в аэропорту, но это нормально. – Ну, что, про Бен-Гурион и Байки, да? То есть это то, что очень безопасный аэропорт? – Это очень безопасный аэропорт. И тьфу-тьфу-тьфу. С ступнем три раза. Никогда ничего не случалось. Я надеюсь, что не случится. – Ну, да. То есть тут тоже понятно. – Не только Бен-Гурион. Сейчас в Израиле открылся еще один аэропорт, буквально на 18 км от Эйлата. Аэропорт Рамон – суперсовременный аэропорт. И, в общем-то, это дает возможность для новых полетов. И мы видим увеличение количества полетов. – Какие каналы в маркетинге для Вас лучше всего сейчас работают по привлечению туристов? Оффлайн, онлайн? Какие-то конкретные каналы, соцсети? – Ну, мы работаем во всех направлениях. Работаем и в онлайне. Я же вам сказал, что эта компания, она идет круглый год. И на всех сайтах, если Вас вычислят, Вы будете видеть нашу рекламу. Которую, кстати, в этом году будем немножко менять. – А Ваш любимый канал, лично Ваш, Вам больше всего нравится? – Ну, я смотрю, честно говоря, израильские новостные каналы. – Ну, я про маркетинг имею в виду, что Вам больше всего нравится, например, Вы видите, что отдача лучше всего конкретно от этого или от чего-то другого? – Я бы сказал, что это все-таки комплекс. – Комплекс? – Это только комплекс. Нельзя одним или онлайном, или оффлайном добиться. Это все, это и поддержка авиалиний, это и семинары, которые мы проводим по всем городам. Мы в этом году провели больше 50 семинаров. Мы просто собираем агентов, едем, и это не только в Москве, это и в Новосибирске, и в Свердловске, и в Екатеринбурге, и в многих других городах, и рассказываем им об Израиле. – Есть какие-то проблемы, о которых я, например, не спросил, а они есть, и которые можно решить? Например, либо которые Вы сейчас решаете, какие-то вещи, о которых еще стоит поговорить? – Ну, проблемы, они есть всегда, их не надо скрывать. Это вот о чем нас спрашивают, это действительно иногда о проблемах в аэропорту при прохождении контроля паспортом. Дело в том, что Израиль довольно привлекательная страна для нелегальных рабочих, и едет много нелегальных рабочих в Израиль. И поэтому проверки более тщательные, но туристам нечего бояться. Те, кто едут действительно с туристской целью, они прекрасно себя чувствуют. И Вы знаете, по нашим опросам, 90% россиян сказали, что довольны или очень довольны поездкой в Израиль. И самое интересное, что 59% из них в течение двух лет вернулись в Израиль. Вот это радует, что это все-таки возвратная страна. Людям нравится. – То есть НПС Вы измеряете, соответственно, да? – Да, без сомнения. – Интересно. Спасибо большое. В общем, интересно. Я думаю, что через некоторое время вновь узнаем, как у Вас получается. Я думаю, что все будет хорошо. Спасибо огромное. – Я уверен, что это все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 работа, а именно говорить о том, как бизнес сам устроен, потому что это очень прикольно, мне очень интересно понять, как это всё работает внутри, какие затраты, какая маржинальность, и поэтому сегодня конкретный представитель этого рынка Сергей Королёв в SEO Just Food, по крайней мере написано так. Привет, добрый вечер. Да, привет. Всё правильно? Да, всё верно. Отлично. Чем ты занимаешься? Мы действительно делаем еду в коробочках, мы в какой-то момент поняли, что, в общем, если ты хочешь хорошо выглядеть, если ты хочешь хорошо себя чувствовать, то ты должен следить за своим рационом, за своим питанием, и, в общем, стали делать это сами, стали себе готовить какие-то коробочки, ну и дальше стало понятно, что, в общем, на это уходит очень много времени, и если очень коротко, то вот так появился Just Food, мы поняли, что эту проблему надо решать как-то более системно. В ЗОЖе всё так, это правда проблема номер один, ну типа в плане того, что, правда, решаешь питание, решаешь все вопросы. Я пробовал одного из игроков рынка, в общем, плюс-минус, цены, я так понимаю, все сравнимые сейчас, да, это в неделю какая сумма примерно должна быть, 100 долларов на человека? Наверное, ну, примерно, да, то есть, у нас где-то один день стоит от 1000 рублей, в среднем где-то 1300 рублей – это целый день, 5 приемов пищи, 8 блюд, то есть, это, на самом деле довольно много еды, это там больше, чем килограмм еды в среднем. А скажи, это много или мало, вот по ощущениям твоих как пользователя? С точки зрения объема еды или с точки зрения цены? И того, и другого. С точки зрения объема еды, на самом деле, есть иллюзия, что если ты хочешь выглядеть хорошо, ты должен есть мало. Ну, это шляпа. На самом деле, ты должен есть правильно, и когда вот многие люди приходят к здоровому питанию и приходят к нам в сервис, они удивляются, а почему столько еды? На самом деле, потому что она должна быть правильно приготовлена, на самом деле, в ней не так будет много калорий. Вот, поэтому мы, на самом деле, еды там много, вот, с точки зрения цены, безусловно, если покупать продукты в магазине самому, то это будет дешевле, чем покупать еду в коробочках. На сколько? Ну, на самом деле, не кратно, то есть, это там проценты, потому что сейчас уже мы закупаем продукты в таких объемах, и мы настолько оптимизировали процессы, что разница не очень большая. При этом нужно учитывать, что ты не тратишь время на приготовление еды, ты не тратишь время на поход в магазин, но более того, ты не делаешь всякие дополнительные покупки, там, все равно, когда ты зашел в магазин, ты еще много чего купил вместе с тем, что тебе на самом деле нужно. Поэтому, на самом деле, вот, те клиенты, которые с нами долго, они пришли к такому пониманию, что вот Just Food – это такой базис еды, то есть, это еда, которую человек ест каждый день, но если он хочет, там, пойти куда-то с друзьями, если он хочет, там, не знаю, выпить с друзьями или какой-то праздник, он без проблем идет в ресторан и решает эту проблему так, а при этом Just Food закрывает его базовую потребность еды, при этом, приводя его к цели, ну, в принципе, любой. А сколько среднее время жизни клиентов? Порядка, ну, если брать совсем среднюю, то порядка шести месяцев. У нас довольно большая доля клиентов, которые с нами больше года, мы довольно много с ними общаемся, это очень интересный, на самом деле, процесс, потому что, там, среди наших клиентов есть и топ-менеджеры ресторанного бизнеса, и топ-менеджеры в банковской сфере, есть много врачей. Мажинальность какая у твоего бизнеса? Ну, тут есть несколько параметров, есть, там, понятие операционной рентабельности, есть понятие валовой рентабельности, да. Валовая рентабельность на уровне 35%, операционная в районе 10%. То есть, вы уже прибыльные в принципе? Да, мы прибыльные не в принципе, а мы прибыльные с самого первого дня, то есть, проект JustFood развивается без внешних инвесторов на текущий момент, иногда это хорошо, иногда это хуже. У JustFood сейчас, я бы сказал, что сейчас есть три самых больших игрока, мы входим в тройку. В тройку, интересно. При этом, ну, если говорить в целом про развитие рынка, на текущий момент, по исследованиям, около 8-10% потенциального аудитории, в принципе, знает про такого рода сервисы, то есть, запас роста, в принципе, этого рынка, он довольно большой. Ну, кратный, в принципе, да, это понятно. Какие KPI ключевые у тебя стоят на ближайший год? То есть, что вы хотите добиться? Мы в этом году, ну, мы понимаем, что на текущий момент бренд, наш бренд и наш продукт – это рацион с готовой здоровой едой. При этом, чтобы сделать этот бизнес действительно большим, JustFood должен быть бренд не рационов готовой здоровой еды, а коробочки с готовой здоровой едой. Потому что, на самом деле, у многих людей в большом городе, у них довольно рваный ритм в жизни, и рацион – это довольно большой рынок, это, там, 8 миллиардов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, вот, был в этом году, в 2019-м, но, на самом деле, рынок в целом доставки еды – это, там, 150 миллиардов рублей. И поэтому вот наша задача, там, на этот год и на следующий, это не так быстро делается, чтобы, если человек хочет решить, то есть он хочет купить уже заранее приготовленную еду, то есть коробочку с едой, он мог сделать это в любом месте, где ему удобно, в супермаркете, через приложение, в интернете и так далее. – Как борешься за качеством? Это один из ключевых вопросов, потому что у меня, например, опыт такой. Мне сначала привозили не очень вкусную еду, она была средняя, мне неправильно подобрали калорийность, вот, ошиблись с ней, и по итогу мне потом привозили еду не очень свежую. То есть я отказался, например, у меня такая была история. Это прям конкретный только мой кейс, это не про весь рынок, а у конкретных случаев. – Ну, у нас есть много этапов контроля, то есть на производстве мы работаем, у нас следующим образом работает бизнес, что у нас внутри большая R&D-команда, которая разрабатывает блюда, разрабатывает меню, разрабатывает технологии, это там бренд-шеф, су-шеф и шеф и нутрициологи, технологи и так далее, то есть мы разрабатываем вот всю документацию о том, как готовить и что готовить, но мы называем их миньоны, это вот люди, которые режут салаты условно, что они не наши сотрудники, это подрядные организации, при этом, когда мы запускаем новое производство, мы работаем с несколькими производствами, туда высаживается большая наша команда, мы учим людей, как готовить наше меню, потому что оно довольно сложное, то есть в чем разница нас с некоторыми другими компаниями, что они приходят на такие производства и заказывают разработку блюд в том числе, производство не может само для себя придумать сложные блюда, ну то есть ты сам себе проблемы не придумываешь обычно, вот, поэтому мы туда высаживаемся, обучаем команду готовить, команда начинает готовить, там остается несколько наших людей, которые контролируют поставки, которые контролируют продукты, из которых готовятся контролируют соблюдение технологических карт, после этого все приезжает к нам на респьюдинг центр, там еще один этап контроля и вот так, на самом деле в таком масштабе это уже, ну конечно там до уровня стабильности Макдональдса, это, наверное, аванс, если сказать, что у нас как в Макдональдсе, да, но с точки зрения вот масштабных производств еды, это все-таки там завод, где есть документ технологической карты, где прописан каждый шаг, где прописан там каждый сантиметр того, как это надо резать, как это надо упаковывать и так далее, дальше происходит контроль. Маркетинг как работает, какие ключевые для тебя каналы по росту? На самом деле тут есть несколько моментов, мы понимаем, что несмотря на то, что большая часть аудитории не являются профессиональными спортсменами, даже не то, что профессиональные спортсменами, это не люди, которые тренируются регулярно, это люди, у которых зачастую есть абонемент фитнес-клуб, потому что в Москве почти у всех есть абонемент фитнес-клуб, вот, но это люди, которые там тренируются нечасто, при этом большая часть клиентов узнает, в принципе, через спорт про такой род продуктов, потому что люди начинают тренироваться, понимают, что результатов это не приносит, они приходят к тому, что надо есть здоровую еду. Но на самом деле мы понимаем, что воронку устроим примерно так, человек хочет прийти в форму, начинает пользоваться таким сервисом, его тело приходит в то состояние, которое ему нужно, и дальше он понимает, что он, в принципе, с такой едой чувствует себя гораздо лучше, он эффективнее тратит время, он лучше спит, у него больше энергии, и с нами дальше клиенты остаются просто жить с нашей едой, потому что на самом деле после того, как ты несколько недель не ходил в магазин, не готовил, то есть ты в принципе, у тебя в принципе вопрос еды не стоит больше, то есть ты как бы вот эту проблему, ты ее вычеркиваешь просто, мы нашему проекту три года, чуть больше, вот мы, я и вся команда, и мои партнеры, мы все едим эту еду каждый день, и у нас есть холодильник в офисе, есть холодильник дома, там всегда эта еда, и ты просто понимаешь, что, то есть я уже к этому привык, но это вот в отпуске приезжаешь, ты понимаешь, что если особенно мы много путешествуем на машинах, оказывается, надо что-то думать про еду, и оказывается, она не всегда с тобой в холодильнике, вот JustFood этот вопрос закрывает полностью. Какие основные проблемы на рынке, вот госрегулирование, еще что-нибудь, которое тебя больше всего беспокоит? Мы не сталкиваемся с какими-то сложностями в регулировании, проблемы на рынке, ну то есть у нас на рынке довольно высокая конкуренция, при этом, ну то есть на самом деле низкий порог входа в принципе на рынок, но высокий порог перехода из сервиса, ну такого местечкового, локального в какую-то действительно большую промышленную историю, поэтому, наверное, эту проблему тоже нельзя назвать, мы как, ну я бы не сказал, что есть какие-то ощутимые проблемы, но, наверное, рост цен на продукты, потому что мы там, мы довольно долго держим цены, то есть вот с момента, как мы запустились, первые два года мы вообще не поднимали цены, дальше мы это делаем там каждый год, потому что в Новый год растут тарифы на ЖКХ, в Новый год растут тарифы на продукты, ну то есть оно все растет, да, но мы стараемся сделать это очень аккуратно, но это в целом общий контекст рынка, мне кажется, что… Ты знаешь, лет 5 назад я не мог себе представить, что мне привезут продукты через 15 минут, всякие там Яндекс.Лавки и прочее, если как-то резко все поменяется еще через 5 лет какие-то паттерны поведения, а как вот ты видишь, например, на пятилетнем каком-то промежутке, как поменяется твой бизнес? Ну, я на самом деле вижу несколько трендов, они у нас в России и в мире происходят, люди в принципе перестают готовить дома, то есть в принципе сейчас, если вы посмотрите квартиры, то там кухни уже уменьшаются и так далее. Я думаю, что это будет дальше все сильнее развиваться, потому что там новое поколение детей, которым сейчас 16, они уже сейчас едят из коробочек, и для них это абсолютная норма, у нас в России несколько отличается отношение к заморозке, например, то есть если взять Европу и Америку, там абсолютно спокойное отношение к замороженным, вот таким же коробочкам, только замороженным, там есть целые огромные магазины, где ты можешь прийти и купить вот много заморозки. Это, конечно, еще сильнее улучшает экономику таких бизнесов и позволяет предлагать продукты еще дешевле. Вот, поэтому я думаю, что, ну, то есть будет более лояльное отношение к заморозке, раз, хотя мы пока в эту сторону не идем, два, я думаю, что эта история будет точно расти, потому что тренд на здоровье, да, и на хелси, в принципе, вот у нас в стране все равно уровень жизни растет, ну, в Москве. Ну, в Москве, в России, в России, в России, в России, да, 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 и... Это отдельное государство. Да, и поэтому, то есть люди начинают аутсорсить все больше и больше, во-первых, бытовых вопросов, во-вторых, они начинают задумываться о своем здоровье, о питании, это основная вещь. Ну, это да, это интересно. Интересно будет узнать, как через некоторое время будут у тебя дела. Спасибо тебе огромное, в общем, и до встречи еще раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый вечер еще раз, меня зовут Стар Жураковский, это программа Капитана Бизнеса, где мы разбираем те или иные отрасли и делаем это с гостями, потому что, понятное дело, журналисты максимум любознательные, а чаще тупые. Но я, конечно, шучу с одной стороны, с другой, вот мне интересно, как устроена, например, сфера косметики. У нас это нечастая была история в программе, очень давно мы последний раз к ней возвращались, и сегодня мы пригласили человека опытного, который в этом бизнесе уже 20 лет, и уж за 20 лет, я думаю, что есть что рассказать. Самые разные могут быть ситуации. На визитке мне написано, что управляющий партнер Олег Картамышев, компания называется Ego Mania, но еще это Atelier Brands, основатель компании. Также, Олег, добрый вечер. Да, добрый вечер. Как за 20 лет все поменялось? Чем вы занимаетесь в 2000 году и чем сейчас? Поменялось кардинально, потому что если раньше рынок только строился, то на сегодняшний день он мало того, что уже сформирован, так и еще, помимо всего прочего, и переживает не самые легкие времена в связи со всеми известными последними событиями. Поэтому много нового узнаем, много новому приходится учиться. К сожалению, эти процессы обучения идут не так быстро, как хотелось бы. И, соответственно, почему несколько компаний? Потому что есть основное направление, это дистрибьюция бренда, собственного бренда, которым мы уже 20 лет занимаемся им, работали со всеми федеральными сетями и косметическими сетями. На сегодняшний день добавились новые, от безысходности добавились новые направления, одно из которых, это ателье брендс, это создание private label для сторонних заказчиков, то есть дело не только для себя, но еще и для желающих. И второе направление, оно в большей степени образовательное, оно как раз таки несет, тащит за собой донесение информации до людей, которые хотят ее получить, до управленцев, до собственников. Потому что, когда нефть была по 120, то достаточно было в любом ларьке открыть магазинчик, назвать его городом, магазином профессиональной косметики. И все начинало происходить само по себе. На сегодняшний день денег в экономике меньше, у народа денег меньше. И для того, чтобы заработать те же самые деньги, которые были вчера, собственник должен выпрыгивать из всех своих одежек для того, чтобы хоть как-то успеть за скоростью тех изменений, которые происходят. И при всем моем уважении, но вынужден констатировать тот факт, что особого образовательного процесса, то есть того самого профтехобразования, которое было в коммунистические годы, его на сегодняшний день нет. И поэтому менеджер, директор по развитию, это человек, который просто где-то как-то, в большинстве случаев, где-то как-то вырос из, есть случаи из продавцов, есть случаи из секретарей, ну то есть откуда-то вырос. Менеджер по маркетингу, это вообще отдельная история, им, на мой взгляд, на сегодняшний день может работать практически, им себя может назначить практически любой, который плюс-минус знаком, что такое косметика, что такое акция в точке продаж. И самое главное, вовремя и правильно приходить на работу и с умным видом встречаться со всеми производителями, поставщиками и говорить о том, что без их участия бренд обречен. И третья группа товарищей, которые достойны особого внимания, это менеджеры по закупкам. То есть это вообще поле чудес, где происходят самые неожиданные вещи, и наверняка и вы, как посетитель магазинов и слушатели, наталкивались на то, что вы хотите купить условно шампунь с кондиционером, а есть в большинстве случаев на полке только кондиционер. Человек разворачивается, уходит, не оставив вообще денег в этой точке. Ну, говорить про классику жанра, про то, что есть неснижаемые мерчендайзинговые минимумы на полке, которые должны быть всегда, везде. Но это долгая история, и поэтому, наверное, не для нашей сегодняшней встречи. Поэтому мы взяли на себя такую совершенно неблагодарную, потому что в начале разговора людям приходится говорить, ты неправильно делаешь что-то, то-то и то-то. Ну, а русский человек, он на это реагирует очень болезненно, потому что его практически дураком назвали, и, соответственно, приходится перебарывать вот эти все нежелания. Я не люблю англоязычные словосочетания в бизнесе, но здесь другого не придумаешь. То есть вот это траблшутерство, которое в мире, в Европе достаточно широко, то есть это не масс-маркет, это достаточно уникальные продукты, когда мы не проводим семинары для тысячи человек, когда там сидит и молочник, и колбасник, и косметический менеджер. Мы проводим индивидуальную работу с конкретным бизнесом, с конкретным продавцом, с конкретной точкой, с конкретным магазином, с конкретным ассортиментом. То есть мы даем рецепт не на все случаи жизни, вот у тебя одна таблетка от всего. А мы выдаем рекомендации, как именно вот этой компании в сегодняшнее время, с сегодняшними условиями жить и зарабатывать. А людям же деньги не нужны? Ну то есть иногда у меня такое ощущение, что людям не очень нужны деньги. У вас правильное ощущение. То есть как бы они не очень хотят их зарабатывать. Продавец в Москве на сегодняшний день в косметическом бизнесе имеет практически гарантирован наклад 30-35 тысяч рублей и за эти деньги он не хочет ходить на работу. Я уже не говорю о том, чтобы работать. Случай, когда вот тебе ключи, я пошел, это очень часто встречающие случаи. Случай, когда продавец уходит с кассой, это тоже в порядке вещей. Самое что интересное, вот в вашем вопросе скрыт уже и ответ. Людям реально не нужны деньги. То есть дополнительная мотивация от поставщиков, от компании продавцу вообще неинтересна. То есть ему важно, чтобы все продавалось само по себе. Поэтому когда вы захватите любой магазин, что вы видите? Вы видите продавца с телефоном. И это в 90% случаев происходит именно так. Поэтому, а учитывая, что на место продавца никто особо не стремится, то собственнику гораздо проще закрыть глаза на это вот все. Самое главное, что лавка под присмотром. А то, что она не дает план, то, что она не дает продажи, то, что она не дает результата, это уже вторая история. А может давать? Когда мы проводим ручками, вот своими ручками, как их правильно назвать, практические занятия, то есть мы берем конкретную сеть, и у нее есть название, мы берем конкретный период времени, три месяца, и говорим, не мешайте нам. Мы будем делать вот так, как мы считаем нужным, а по результатам посмотрим. Так вот, когда мы проводили, я даже в книге своей об этом написал, когда мы проводили подобное телодвижение в одной немосковской сети, то есть где продавцы еще понимают, что такое деньги и хотят зарабатывать, то в городках, причем один из городов был, дай бог памяти, Саранск, то есть это еще на карте надо умудриться найти. Но там продажи, ну, во-первых, они перещеголяли продажи наших московских партнеров, где на секундочку живет непонятное количество миллионов людей, и, соответственно, покупательская способность гораздо приличнее, нежели в Саранске, то мы выросли, там порядка, выросли в продажах, причем все правильно. Оценивать, кстати, тоже очень многие не знают, оценивать нужно не в февраль, к январю, а нужно оценивать в феврале к тому же самому февралю, но прошлого года. Так вот, мы показали рост 296%. Это очень хороший результат. Да, это вот те же самые магазины, те же самые продавцы, тот же самый ассортимент, просто там организована работа по всем ступеням всего этого бизнеса, и она моментально просто за счет наведения порядка, ну, по большому счету наведения порядка, ничего сверхъестественного мы там не придумали, мы не запускали там воздушные шары с нашей рекламы, нет, мы просто работали с персоналом и с местом продажи, все. Это дает такие результаты. И я практически убежден, что в любом розничном бизнесе этого можно добиться минимальными затратами. Поэтому, когда проводятся все вот эти конференции, если там почитать, сейчас же отчетный период идет у многих, да, у крупных сетей за 19-й год, если почитать то, что они там дают в этих своих отчетных показателях, то у меня всегда возникает вопрос, сколько бы было, если бы делали все правильно. И, по-моему, вот этого никто не знает. А все, что там рассказывают про то, о чем я упомянул, да, про кризис, про падение среднего чека, у человека денег в кошельке стало меньше. Сейчас есть, кстати, вам наверняка будет интересно, есть версия, которая, по-моему, на мой взгляд, я ее нигде не встречал, кроме как в России, что на сегодняшний день, сейчас я вам попытаюсь дословно, на сегодняшний день покупатель в розничном магазине может безболезненно расстаться с одной купюрой. Мне когда сказали, я сначала не понял, я говорю, в чем смысл? Причем я слышал эту версию уже несколько раз, и буквально вот за полгода эта купюра с 1000 рублей превратилась уже в 500. То есть человек безболезненно может отдать одну купюру 500 рублей. И если ваш шампунь стоит 528 рублей, то человек не готов морально его купить. Учитывая, что мы сами-таки все из себя волшебные, сами себе производим, сами себе дистрибьютируем, мы сделали линию, где на сегодняшний день розничная цена 400, дай то есть теперь, когда мне мои партнеры розничные говорят о том, что одна купюра, я говорю, господа, не-не-не, я уже 400, я уже ниже 500, поэтому меня должны купить, потому что уже я соответствую всем, даже вашим вот этим, не знаю, за кучу остела притянутым видением покупательской способности российского человека. И все равно? Нет, ситуация меняется, потому что приходит много, как их называют, молодых и борзых, которые начинают поджимать вот этот старый слой предпринимателей, которые, ну, есть люди старше меня, есть люди очень старше меня, которые пришли вот в те годы, когда, ну, на самом деле, палку втыкаешь, и она завтра уже становится деревом, более того, она становится деревом уже с яблоками сразу. На сегодняшний день приходят люди, которые понимают, да, что есть какие-то европейские практики, где там 15% годовых, они за них убиваются, и они счастливы, что они столько денег заработали. А в нашем случае можно, даже на сегодняшний день, можно зарабатывать кратно больше, просто для этого нужно вести бизнес, ну, так, как написано в книгах, так, как его ведут везде, а не в России, вот на этом пике нефти, мерседесов и всей этой истории. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что новая реальность, она уже свершилась, она вот, она уже на дворе, и нефти по 120, ну, вот на нашей жизни совершенно точно не будет. Это можно быть, не быть, вернее, великим специалистом в нефти, но понимать, что, ну, она туда не разгонится. И именно поэтому нужно работать больше и чаще. Золотой ключик у нас в кармане. Ну, это в общем понятно. То есть, через пять лет ситуация примерно будет такая же. Она может быть хуже. Она может быть хуже и даже вполне себе объяснимо почему, потому что, ну, давайте так, сейчас 20-е. В 24-м будет весело. Да, все начало приключаться, там, грубо говоря, в 13-м, в 14-м все эти первые звонки пошли. И ситуация только-только, вот за пять лет, она только-только начинает, люди начинают только задумываться. То есть, когда я говорю о том, что нужно создавать ассоциации, потому что очень много косметических сетей, в отличие вот от федеральных, профессиональных сетей, их очень много и они очень маленькие. То есть, если в условном Литуале, я там был в свое время авторизован в 700 магазинах, то на сегодняшний день самая большая сеть профессиональных магазинов, и то она Владивостокская даже, так случайно достает до Москвы их там 200 с чем-то, всего-навсего. Все остальные, это 50 и меньше, в основе своей это 3-4-5 магазинов. И поэтому, когда я говорю о том, что, господа, нам нужно создавать некое сообщество, профессиональное сообщество, клуб, ассоциация, там, не важно, как назвать, для того, чтобы собственники слышали, да, то, что происходит у соседа, чтобы они знали, какие есть хорошие инструменты, какие не рабочие инструменты, кто из поставщиков работает из брендов, кто не работает, ну, то есть, некий деловой клуб по интересам. То первое, что мы говорили на сегодняшний день, это уже не так, так, конечно, все конкуренты, они же сейчас у нас все узнают и потом будут делать то же самое. На сегодняшний день, вот прошло два года, мы первую конференцию проводили в 2018 году, вот сейчас на апрель планируем очередную, вторую конференцию с перерывом в два года и люди активно записываются, люди интересуются программой, люди спрашивают, люди говорят о том, что да, нам, наверное, спикеры даже со стороны не нужны, потому что нам нужно самим поговорить и понять, что же все-таки у нас в конторе происходит, вот на этом профессиональном рынке косметики. И исходя из того, для чего мы там договоримся за время этой встречи, тогда уже вырабатывать какую-то стратегию дальнейшего развития, дальнейшего движения. То есть вчера еще это было никому не нужно, вот сегодня уже идут какие-то подвижки, причем в положительную сторону. Поэтому сказать, что будет в 2024 году, не знаю, потому что вот одна из сетей, с которой мы тут совершенно недавно закончили судилище по поводу возврата денег, причем сеть с именем, сеть с историей, она за полгода съехала с 15 магазинов на 6, на 6, и если такими темпами эта вся песня будет продолжаться, то в 2024 году никто уже имя этой сети не вспомнит. Зато ЛПР, как это модно выражаться, лицо принимающее решение, гордо сидит на своем же стуле, гордо отвечает на все эти рассказы, на все вопросы про то, что поставщики плохие, менеджеров не найдешь. Менеджеров за время моей работы с ними, они поменяли 7-8 человек, то есть никто не прерабатывается, никто не притирается, потому что это вечные разборки про деньги, вечные долги, вечно поставщикам не платим, поэтому… Интересно. Не знаю. Ну, по крайней мере, будет интересно посмотреть, как это все работает. Олег, спасибо огромное, что сегодня пришли в гости, через некоторое время тогда узнаем, как у вас получилось. Спасибо большое. Вам спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...